Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Игорь Верхов и в этом ролике видеообзор новой печи активного горения, парганирующей печи КЦ-4 Гравицапа. Компания Мабиба не стоит на месте и продолжает выпускать новинки, более совершенные изделия. Мы рассмотрим, чем отличается печь КЦ-4 Гравицапа от остальных параганирующих печей активного горения. Вот она представлена. Это печь, очень похожа на печь парабомба. В комплекте, конечно же, у нас идет такой вот транспортировочный чехол, и здесь, ну, изнанку. Снизу подкладка из материала красного плотного полка, такой плотный днище. И здесь у нас прорези для ручек для переноса печи. Вот такой вот транспортировочный чехол. Потом я положу печь в этот чехол, пока мы его обложим в сторону. Конечно же, в комплекте у нас идет гарантийный талон, инструкция по эксплуатации. Вот. Обязательно имеет смысл прочитать описание и рекомендации по эксплуатации от производителя. Ну и, конечно же, коробка, в которой поставляется эта печь. Позже я ее продемонстрировал и мы проведем измерение транспортных габаритов. Ну что, рассмотрим эту печь. Как обычно, у нас в транспортном положении подиум, корона. Одевается сверху на бак парогенератора. Снимаем подиум, корону и печь устанавливаем на подиум. У печи у меня здесь специальная ручка. Мы берем за эту ручку и ставим ее на подиум. Новое решение. Вместо фляжных замков, которые были у печей КЦ-3, также у печи пробома фляжный замок, вот здесь на конвекторе. Сейчас у нас ручки просто... Здесь такой указмочек был. Как открыть? Сюда просто нажимаем, таким образом, и вынимаем из пазов. Вот так. Застегивается. Точно так же мы сюда чуть-чуть пальцами придаем усилие. Тут такое подпружинивание у нас этого элемента. И вот так защёлкиваем. В принципе, достаточно просто. Но лучше, конечно, это делать в перчатках. Потом, когда приноровишься, достаточно просто всё это делать. Такое вот решение. Итак, раскрываем конвектор. Видим, здесь у нас нижний ящик сольника. Вот такой вот он. Тридцать сантиметров на шестнадцать с половиной. Триста на сто шестьдесят пять примерно. В комплекте у нас полка донца. Здесь кронштейны. Мы их раскрываем, ставим. Так, чтобы они были перпендикулярной плоскости полки. И на стороне противоположной герцетопки у нас две приваренные проушины. Вот такой пенонца. В эти проушины вот так вот вставляем. Сейчас я это продемонстрирую. Вот эти проушины. В эти проушины и вставляются кронштейны. У полки донца. Вот здесь я поставил полку донца. Видно теперь то, что снизу у нас камни удерживаются здесь, этой полкой донца. И по бокам тоже металлические полки. С одной стороны. Вот здесь с другой стороны. Которые тоже призваны удерживать камни. Вот как показывает практика. Это достаточно 10-15 килограмм. Ну, можно и 20 заложить. Но лучше не более 15. Килограмм заложить. И камни отлично аккумулируют тепловую энергию. При работе топки печи. Она здесь краснеет. И можно поддавать в это пространство. Желательно горячей водой, чтобы получать пар. В топке у нас 6 сегментов дымохода. И, конечно же, кран шаровый на 3 четверти дюйма. Потому что у нас печь с баком для воды. Это вода, которую можно слить через кран. Использовать в личных нуждах. И эта же вода используется для парогенерации. В этом чуть подробнее. Трубка у нас достаточно вместимая. Здесь объем ее 30 литров. 25 на 17 сантиметров. Это параметры вот этого вот прямоугольника. И здесь у нас голосник. То есть, это именно печь активного горения. Судя по ощущениям, можно целую пачку топливных брикетов заложить. А то и больше. И активное горение сделает свое дело. Я думаю, что мощность этой печи позволит париться не менее, чем в Mami BNB15. Ну, посмотрим. Протестируем еще. Закроем на лицо топки. Дымоход у печи КЦ-4 Гавицата. Он устанавливается по конденсату. Гофрированной частью вниз. Поставили. Ну и все остальные. Оставшиеся 5 сегментов дымохода. Точно так же. Устанавливается. Гофрированная часть. Нужно вниз. В комплекте крана две прокладки. Две резиновые прокладки. Обращаю ваше внимание. То, что прокладки ставятся аккуратно в муфту бака парагенератора. То есть, не нужно их вот так вот пальцем с усилием запихивать. Просто спокойненько вот так положить. Одну прокладочку. Вторую. Легким движением. И завинтить кран-шарлы. Шарлы резьбы. Четвертый дюйм. Все завинтили. При необходимости можно использовать фунг-ленту. В данном случае у меня великолепно все. Зашло. Просто идеально. Вот. Это закрытое положение крана. Вот так кран открывается. Вода сливается. Берем ковш и льем на камни. Как вариант. Можно не использовать на горячую воду. Потому что печь и так у нас с парогенератора. У печи КЦ-4 кровицапа. Бак для воды. Объемом 12 литров. Но рабочий объем 10 литров. Здесь пружинный фиксатор. Открываем горловину бака парогенератора. Заливаем сюда воду. Заливать имеет смысл до уровня. Ну чуть выше уровня крана. Или до половины бака. Ждать пока закипит. И потом уже дозаливать до конца. Но не до полной. А оставляя чуть-чуть пространство. Иначе излишки влаги будут выходить через трубку паропровод. Обратите внимание. На то, что это парогенерирующая печь. Эксплуатация ее показана именно с водой в баке парогенератора. Если вдруг вы оставите печь без воды в баке парогенератора. То бак поменяет свой цвет. Побежалось, появится. При этом дайте ему остыть. Ни в коем случае в раскаленный бак парогенератора не лейте холодную воду. Если вы дадите ему остыть. То пока останется, скажем так, живой. То есть будет продолжать дальше система функционировать. Но даже если вы каким-то образом испортили этот бак. Залили. Допустим, ледяную воду в раскаленный бак парогенератора. Как-то так получилось. Не беда. Печь не нужно будет выкидывать. Топка остается функциональной. Все будет работать. Здесь у нас бака парогенератора. Есть специальное крепление. Раз, два, три, четыре, пять. Пять вот этих крепежных элементов, которые соединяют систему перегрева пара с топкой. Мощный газопламенный поток омывает внутри всю эту систему. Происходит перегрев пара до температуры плюс 600 градусов. То есть такая температура зафиксирована плюс-минус в зависимости от того, как топите. Можно отсоединить вот эти вот крепления. И произвести замену мебал. Используйте обязательно с водой эту систему. Заливайте воду и наслаждайтесь легким перегретым паром. Вот печи КЦ4. Печь гривит сапог КЦ4. Стоит на подиуме. Движной ящик зольника. Пружинный фиксатор. Рукоятка, дверцы топки, колосник. Закрываем. Здесь закрывается благодаря вот этому специальному замочку. В лучших традициях здесь у нас конвектор. Безопасность для пользователя. Здесь защита конвектором от жесткого инфракрасного влучения. Кожух конвектор. В раскрытом положении на шарнирах. В транспортном положении облегаясь ток к печи. Полка донца. Для удержания камней снизу. Сбоку тоже полки. С одной стороны. С другой стороны. Для удержания камней. Ручка. Шех сегментов дымохода, который устанавливается по конденсату. Гофрированной частью вниз. Так, бак парогенератора. Рабочий объем 10 литров. Сам бак объемом 12 литров. Открываем горловину бака парогенератора. Здесь мы видим, что это уже система парогенерации. Внутренней системы парогенерации. В отличие от печи КЦ КРИ. Здесь у нас представлено. Здесь специальная система перегрева пара. За счет прохождения избыточным давлением пар поступает. Вот в этот вот сегмент пароперегревателя. Здесь по спирали он проходит. Перегревается. На выходе у нас перегретый пар. Но он не такой перегретый, как внутренняя система перегрева пара. Здесь пар уже более легкий. Его температура на выходе достигает 600 градусов. В зависимости от того, как топить. И сопло парогенератора. И сопло выходит перегретый пар. Который уже способен поджечь лучину. Сам поток перегретого пара безопасно бьет в кожу. Защищает пользователя. Такая печь. Вес печи 14 килограмм. Печь КЦ 4 гривенцатор. Конечно, в комплекте кран. Шаровый на 3,25 дюйма. Это закрытое положение. Вода в баке парогенератора. Может быть использована и в личных нуждах. Также для поддачи на каменку. Ну и, конечно же, она используется для парогенерации. Периодически воду подливаем. Но здесь уже 10 литров рабочее льем. И этого достаточно для того, чтобы очень долго наслаждаться атмосферой парогенерации. Во всяком случае, не меньше, чем 30-40 минут. А то и больше. В зависимости от интенсивности топки. То есть, теперь вероятность того, что у нас печь выйдет из строя, в результате того, что забыли, дозалить воду в бак парогенератора, она снижается существенно. В общем-то, близка к нулю. Аккуратная эксплуатация. Дозалив воды в бак парогенератора. И мы постоянно получаем атмосферу легкого перегретого пара внутри парильного помещения. При этом вода закипает очень быстро. Водляя тому, что объем топки 30 литров, у нас происходит очень мощное и активное горение за счет вертикальной топки. Вертикальная закладка – это действительно очень мощное и реактивное горение. Но даже если бак парогенератора каким-то образом забыли дозалить водой, и даже после этого раскаленный бак парогенератора залили воду холодную, допустим, бак вышел из строя, то здесь специальная система креплений позволяет осуществить демонтаж бака парогенератора. У производителя можно будет заказать новый бак, осуществить демонтаж этого бака аналогичным образом. И у вас опять работоспособная система печи КЦ4. Здесь, для примера, представлена печь КЦ-3 ГРВЦАПа. Вот такая система перегрева пара через сегмент паропрегреватель. Вот вместе, как эти печики выглядят в рабочем положении. В транспортном положении, конечно, КЦ-3 ГРВЦАПа чуть-чуть покомпактнее. Это так, но она меньше весит. Но зато печь КЦ-4 – это более перспективная печь с внутренней системой перегрева пара. Не нужно ничего делать для того, чтобы... Особо утруждать себя не нужно для того, чтобы осуществить монтаж этой печи в рабочее положение. Только поставить ее на подиум корона и закрутить бак парогенератора. Все, сама печь монолитная, бак уже встроен в у нас в саму систему этой печи. Тем временем, как здесь, конечно, бак съемный, здесь стяжки. Ну и, чтобы уж закончить эту тему парогенерирующую, у нас печа активного горения диаметром 90 мм. Здесь еще печь представлена пара-бомба. Ну, вот они, все три печки вместе. Слева направо печь пара-бомба, печь гравитсапа КЦ-3 и мини-бомба гравитсапа КЦ-4. Как выглядит печь пара-бомба, вот она справа, и слева печь гравитсапа КЦ-4. Что-то действительно мини-бомба, можно сказать. Да, видно, что диаметр у нее поменьше. Видно, что объем топки у нее 30 литров, против здесь 47 литров. Но, в общем, в целом, система перегрева пара, в общем-то, все остальное то же самое. Диаметр у КЦ-3 примерно. У КЦ-3 27 литров. И топка у КЦ-4, она больше диаметром, чем у КЦ-3. Бак тоже достаточно объемный. За счет большого диаметра. Объем у него тоже приличный. Вот высота с пудиумом. С пудиумом. Транспортный габарит. По 80. Отдлина на 36. И высота будет вот так. 38-39. Кромовый венчин. Кромовый венчин. Венюар на полку донса. Складываю кронштейн. Кладу ее в топку. Кружевый фиксатор. Затем в топки. Теперь я могу подать конвектор. Соединяю вместе ручки. И использую этот замок защелков. Все. Здесь все есть. Готово. Остается только снять подиум корону. Допустим, вот так. И в транспортное положение подиум корона накрывает бак пара венератора. Накрывает таким образом, что здесь у нас расстояние до защитного листа больше. А здесь меньше. До края. Ставим. Все. Готово. Остается только положить печь в чехол. Что я сейчас не делаю? Все. Есть такой узел. Готово. Очень нравится по чехле. Готово. Слышится. Слышится. Продолжение следует...